Спасибо за представление. Сегодня я начинаю. Такова моя сегодня обязанность. Так вот, то, о чём сегодня я буду говорить. Я буду говорить о развитии адювантной терапии в лечении королектального рака. Я начну с истории. Постараюсь не слишком скучно вам всё рассказывать. И затем мы расскажем о том, какова ситуация на сегодняшний день в реальном мире, что мы реально делаем в нашей ежедневной клинической практике. И расскажу о наших перспективах. Несколько слов касательно истории адювантной терапии колоректального рака. Всё началось в 90-е годы. Здесь вы видите историческую публикацию, которая продемонстрировала, что тогда предпочиталась только хирургия до этого периода. Затем в 94-м году было показано, что 6 месяцев были эквивалентны, были лучше, чем 12, лучше, чем только хирургическое вмешательство. И затем вплоть до 2004 года тогда начались проводиться мозаичные исследования, и тогда было доказано, что применение препаратов медицинских улучшает ситуацию. И преимущества не всегда были продемонстрированы должным образом. Вы видите здесь выживание в соответствии с исследованием и мозаик, вы видите на 90% здесь увеличение 4-летней выживаемости. Таковы были результаты таких клинических испытаний. Но надо сказать, что в результатах, которые были откорректированы к 2009 году, было также показано, что наблюдается некоторые изменения по пациентам на третьей стадии. На 4% был рост выживаемости. Но мы все знаем, что основная забоченность с использованием экзоплатина связана с тем, что невропатия может возникать. И в нашей практике мы имеем такой опыт. Мы знаем, что практически все пациенты, которые применяют экзоплатин, развивают невротоксичность. И что здесь наиболее важным является? Это то, что есть пациенты, у которых этот симптом оказается персистивным и остается с ними даже после окончания лечения. И это, конечно, сказывается на качестве жизни наших пациентов и поэтому изучились иные стратегии. Были попытки проанализировать ситуацию для того, чтобы улучшить ситуацию. Например, глютатен использовался или магнезия для того, чтобы помочь в преодолении этой проблемы. Однако, мало что помогло. Ну, с использованием такой ситуации с невротоксичностью. Вот одевантная терапия является ли полезной или нет? Как нам добиться меньшей токсичности? И несколько исследований проводились, в рамках которых пытались ответить на данный вопрос. И здесь вы видите различные данные по шести исследованиям, по шести клиническим испытаниям, которые проводились в разных странах, в Европе, в США, в Азии. И все данные, полученные в результате этих исследований, были сведены в единый документ, который называется «Айдея». То есть «Айдея» это замечательное название, идея, идея, и это оценка одевантной терапии на международном уровне. Это перспективный анализ по шести конкретным исследованиям, которые я уже упомянула. Для того, чтобы понять, является одевантная терапия на протяжении трех месяцев эффективной на протяжении шести месяцев последующих, и есть ли возможность добиться меньшей токсичности и такой же эффективности в ходе испытаний. Анализ пациентов на стадии 3 опубликован были недавно в штате Нью-Ингланд, это в 2018 году произошло, и здесь важно было, что здесь, конечно, речь шла прежде всего о выживаемости. Я не статистик, но я должна сказать вам, что мы должны помнить о том, что верхняя граница здесь не должна превышать 1,12, поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы понимать результаты, нужно помнить эту величину. Здесь еще что важно, здесь важно, конечно, помнить о различных осложнениях, и здесь таблица, которая совершенно ясно демонстрирует, 3 месяца лечения менее токсичны, чем 6 месяцев, и если мы будем говорить периферическую нервную систему, мы увидим, что здесь более низкий уровень невропатии, у 45% пациентов по сравнению с теми, кто лечился, 45% страдают от невропатии при 6-месячном лечении, 15% при 3-месячном лечении, и таким образом здесь, конечно, наблюдаются значительные улучшения. И здесь популяция вся представлена, должны помнить о том, что у нас есть здесь пациенты стадии 3, и вопрос выживаемости для них очень важен. Каковы же здесь результаты? 74% при 3-месячном лечении, 75% и верхняя граница 1,15%. И по этой причине 3, не было продемонстрированного значительного положительного отличия между 3-месячным и 6-месячным лечением именно в этом контексте. Далее. Пациенты были поделены на уровни риска, риски-риск с разными стадиями, и Т4, это пациенты с высокой степенью риска. И вы здесь видите, каким образом non-inferiority 3 месяца по сравнению с 6-ю месяцем и опять продемонстрировали, что для пациентов с низким риском и для пациентов с высоким риском здесь совершенно есть данные в пользу трехмесячного лечения. Но мы должны помнить о том, что здесь всего лишь 2% разницы выживаемости по этим 2м группам. Но если мы с вами возьмем Капокс или Форфокс, мы должны упомянуть здесь, что здесь рандомизация проходила только по 2м группам, 3 месяца и 6 месяцев, и затем были выбраны Капокс и Форфокс, это уже был выбор исследователей. Но мы должны сказать следующее, если мы посмотрим с вами, каким образом преимущество, отсутствие преимущества были продемонстрированы для пациентов с Капоксом. А если Форфокс мы возьмем, то здесь было доказано другое, потому что здесь уровень доказательности был совершенно иным. Разница таким образом была незначительной. Для высокого риска Форфокс показывает недостаточную эффективность, и мы тоже говорим о разнице в 3%. В заключении, каковы же рекомендации по данным результатам? У нас зеленый цвет для Капокса 3 месяца для пациентов низкого риска. Считается, что пациенты с низким риском могут быть подвержены лечению в течение 3 месяцев Капоксом. Пациенты с высокой степенью риска, что мы рекомендуем? 6 месяцев лечения. Что касается Форфокса, здесь мы видим, что 6 месяцев лучше. Да, а таким образом здесь различия по Капоксу в этом контексте не было продемонстрировано. Что касается второй стадии заболевания, здесь нет ясных доказательств, но есть определенные доказательства для пациентов с высокой степенью риска. И мы здесь используем различные прогностические факторы. Т4 очень важные факторы. Это эти пациенты, пациенты ТФО, у них очень серьезный хирургический прогноз, у них есть лимфоволкулярная инвазия, у них есть перфорации и проблемы с лимфатическими узлами. Ну, мы надеемся, что такого никогда не случится, на это можем, но тем не менее, на стадии 2 у нас есть такие данные, адювантная химотерапия не дает больших преимуществ, поэтому возникает вопрос, а какой все-таки режим использовать эксоктабин или другого рода терапия, а может быть опять сексоплатин, и может быть надо задать, надо вопрос, как долго мы можем такое лечение им предлагать. И если мы возьмем пациентов с высокой степенью риска в популяции, на стадии 2 оксилеплатин не улучшает уровень выживаемости, как мы видим, но если мы сфокусируем внимание на группе высокого риска, то выживание пятилетнее увеличивается до 82 процентов 74 процентов. Таким образом, это существенная величина, и было улучшение в уровне выживаемости. И хотя, конечно, эти результаты статистически не столь значимы, потому что мы должны помнить о том, что исследование конечно не было так широко проведено, но тем не менее мы считаем, что оксилеплатин для пациентов высокого уровня риска второй стадии важен. Что касается ОСКО, здесь мы можем сказать, что на последнем заседании были представлены результаты трехмесячной терапии по сравнению с шестью месяцами терапии в этом исследовании участвовали пациенты со второй стадии заболевания. Как вы видите, размер выборки был несколько меньший по сравнению с предыдущими исследованиями. В этом исследовании участвовало три тысячи пациентов. и отсутствие недостатков было принято в том случае, если верхний предел диапазона доверительного интервала был ниже, чем 1,2. В каждом из перечисленных случаев мы обнаружили, что трехмесячная схема лечения была связана с меньшим уровнем токсичности и со снижением или токсичности по сравнению с шестимесячным курсом лечения. Различие при этом состояло порядка 30 процентов. На графике представлены данные по безрецидивной выживаемости. В данном случае отсутствие отрицательного различия было non-inferiority. Доверительный интервал составил 1,3, что превышает установленный нами катов 1,2. был проведен анализ по подгруппам в зависимости от проводимого лечения. Только пациенты, получавшие лечение капоксом, отсутствие отрицательных характеристик и сопоставимость по эффективности была отмечена только для капокса, но не для фуллфокса. Фуллфокс явно уступает традиционным методам лечения по безрецидивной выживаемости. Каким выводом мы можем прийти на основании этих результатов? Ну, разумеется, трехмесячная схема лечения несет меньший риск токсичности и трехмесячное лечение не является сопоставимым по эффективности в целом на стадии 3. отсутствие отрицательных различных различий в отрицательную сторону было продемонстрировано для трехмесячного курса лечения капоксом по сравнению с шестимесячным курсом и для трехмесячного курса лечения фуллфоксом. Разумеется, в рамках исследования не было возможным сопоставить между собой эффект от лечения капоксом и фуллфоксом, поскольку рандомизация в этом исследовании не проводилась. И еще один важный пункт прекращения акселеплатина после трех месяцев лечения не тестировалась, однако эта практика иногда применяется нами в условиях клиники. И в условиях амбулаторного лечения для пациентов с третьей стадии заболевания фуллфокс рекомендуется в течение трех месяцев что касается второй стадии с высокой степенью риска и третьей стадии с низкой степенью риска мы предлагаем трехмесячный курс капокса который продемонстрировал отсутствие более низкой эффективности по сравнению с другими методами лечения однако необходимо учитывать что различия между этими курсами лечения все-таки очень низкая и различия составляют около двух трех процентов всего профессор и с прокомментировал эти результаты мне хотелось бы поблагодарить его за то что он сказал в этом случае а он отметил что данные процент данные лечения подходят не всем пациентам разумеется 2-3 процента 2-3 процента может иметь статистическую значимость но не клиническую значимость я даю вам возможность получить 30 процент у вас есть возможность на 30 процентов снизить нейротоксичность но и повысить риск рецидива и таким образом необходимо чтобы пациент был необходимым образом информирован чтобы у него были все нужные данные для принятия решения в отношении стратегии лечения и по моему опыту такие обсуждения можно проводить с очень небольшим процентом наших пациентов как правило пациенты полагаются на компетенцию докторов и говорят ну вы же врач примите решение за меня я вам доверяю таким образом на вас ложится дополнительная ответственность выбрать оптимальное лечение для каждого пациента как мне представляется нам необходимо мы входим в эру новых исследований адюватной терапии с использованием новых биомаркеров с целью более эффективного выбора пациентов это и BRAF и HER2 MSI и кроме того нам необходимо лучше понимать как мы можем использовать геномные классификаторы такие как онкотипы COLDX COLOPRINT прогностические они были апробированы но не являются качественными прогностикаторами качественными предикторами преимущества от адювантной терапии кроме того необходимы новые суррогаты на основе крови для организации адювантной терапии благодарю вас за внимание Большое спасибо эта тема очень интересная очень важный доклад с точки зрения клинической практики скажите пожалуйста есть ли вопросы у аудитории у меня есть несколько комментариев как вы считаете Капокс и Фалфокс может быть они не сопоставимы между собой каково ваше мнение по этому вопросу эта тема также обсуждалась на последней на последней сессии АСКО и с моей точки зрения существует определенный определенный определенная погрешность в отношении включения пациентов исследования Капокс действительно Пациенты которые принимают Капокс действительно обязаны принимать таблетки и во-первых с моей точки средняя биоселекция это очень важный пункт и еще один момент который также обсуждался в целом дозировка акселеплатина выше для пациентов с Капоксом на протяжении первого месяца лечения поэтому может быть эта краткосрочная стратегия лечения могла сыграть свою роль но с моей точки зрения речь здесь идет о биоселекции большое спасибо да пожалуйста конечно пожалуйста пожалуйста возьмите пожалуйста микрофон большое спасибо Сара за этот великолепный доклад очень важно что выводы из такого масштабного что ваши выводы ваши очень масштабные очень глубокие выводы основаны на клиническом мышлении и что они имеют очень хорошую практическую применимость если мы возьмем пациентов с второй стадии высокой степени риска Т1 и Т2 должны в данном случае быть основными факторами выбора лечения проведения лечения на протяжении шести месяцев но в некоторых случаях достаточно трехмесячного курса возможно необходимо стадировать стадировать пациента определить степень риска и вы теперь предлагаете проводить курс лечения в течение трех месяцев правильно ли я вас понял и почему вы так считаете и кроме того как вы считаете имел ли какое-то значение MSI для при выборе стратегии лечения большое вам спасибо в исследовании идея проводился анализ по подгруппам были сделаны определенные выводы относительно пациентов со второй стадией было установлено что трехмесячный курс лечения для них является более эффективным но я я бы не стала так уверенно предлагать трехмесячный курс лечения пациентов данной группы только на основе одного этого анализа мне кажется нам необходимо более глубокое понимание этой темы и необходимо учитывать и другие факторы риска такие как молодой возраст пациента ну и так далее очень много других факторов поэтому необходимо учитывать не только не только Т4 но и целый ряд других факторов и кроме того фактор стабильности микросателлитов при заболевании на второй стадии высокая стабильность не является показанием для адъювантной терапии на второй стадии да спасибо большое еще какие-то вопросы есть может быть у нас есть несколько минут у нас есть несколько минут для дискуссии может быть мы с вами обсудим такой момент как качество жизни пациентов потому что окселеплатин доставляет нашим пациентам большой дискомфорт может быть по вашему опыту вы иногда бывает так что вы рассматриваете окселеплатин а затем проводите курс лечения в течение месяца затем используете другие лекарственные средства поделитесь пожалуйста своим опытом как вы беседуете с пациентом кто вам может быть помогает если помогает отслеживать побочные эффекты лечения то есть как осуществляется мониторинг нейротоксичности так поняла обычно мониторинг осуществляется путем опроса путем интервью мы на каждом цикле лечения встречаемся с пациентом проводим беседы проводим исследования нейротоксичности я всегда задаю пациенту очень четко поставленные вопросы даю ему задания может ли он не знаю брать в руки мелкие объекты и выполнять активности повседневной жизнедеятельности задаю очень прямые такие очень четкие специфичные вопросы пациенту и если если у пациента стадия 1 или 2 вы таким образом останавливаете аксилоплотин первая или вторая степень останавливаете вы аксилоплотин да в этом случае я конечно останавливаю прекращаю аксилоплотин и после инфузии конечно какие-то негативные признаки это абсолютно нормально но если они не разрешаются в течение определенного периода времени после ввода и после введения то я конечно прекращаю аксилоплотин если у пациента нету никаких признаков нейротоксичности в течение трех месяцев вы продолжите лечение аксилоплотин у пациентов с низкой степенью риск на третьей стадии я обычно прекращаю лечение я обычно предлагаю лечение трехмесячным курсом капокса спасибо 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 Продолжение следует...